здравствуйте мои уважаемые зрители сегодня мы с вами вместе снова в гостях в доме где нам всегда рады где не только поддерживают нашу программу но не активно в ней участвуют сегодня мы приглашены на яичницу и омлет по утверждению википедии яичница это блюдо которое готовится на сковороде из разбитых яиц яичница бывает двух классических видов яичница глазунья яичница болтунья яичница глазунья готовится с сохранением целого желтка а в яичнице болтунья и желток и белок перемешиваются между собой а что же такое омлет омлет это яичница болтунья с добавлением воды из расчета на три яйца 1 столовая ложка вода дает возможность яичной смеси лучше пропариться прожариться и достигнуть степени готовности без пригорания иногда в некоторых рецептах добавляют в омлет немного муки мука способствует тому что омлет становится более эластичным целостным легче снимается со сковороды и не разрывается в омлет с добавлением муки можно легко завернуть какую-нибудь начинку или просто свернуть его трубочкой все кажется просто однако в некоторых высоко классных ресторанах мастерство повара проверяется именно умением приготовить эти два блюда а сейчас мы перейдем непосредственно практической части программы и поможет нам изучить яичные омлетные премудрости ученик 2 класса федор федор твердо убежден что настоящий мужчина должен владеть основными навыками жизнеобеспечения разжигать огонь забивать гвозди сооружать простейшее жилье в виде шалаша стирать свои вещи и готовить еду всем привет меня зовут фея а цена я сестра юлиана она мне сегодня будет помогать в этом видео я вам покажу как готовить яичные и омлет сначала готовим яичные этого нам понадобится три яйца три курильных яйца мы их вот таким образом разбиваем все и высыпаем в тарелочку в тарелочку яла все Вот так вот посолить, две щепотки, это максимум, и взбить, все зробить, допоможе моя помечница Лилиана. Дови желточки, вот так вот раздови желточки. И вот такой у нас вийшов результат. Смажете будем на вершковом масле. Для этого зажигаем печь и кидаем туди кусочек вершкового масла. Вогонь у нас невеличкий, чтобы потом яйца не пригорала. Ось масло растопилося, и мы вливаем яйца на сковороду. И теперь накрываем крышкой примерно на хвилинку. Треба переверить. Все, можно перегортать. Ось так, та ще трошки осмажемо. Ось така наша яєшня. Зараз приготовим омлет. Ми знов беремо три корейних яйця і розбиваємо в миску. Посолемо. І додаємо одну столову ложку води. Редельно перемішуємо. Починаємо смажити. Далі все робимо як з яєшнею. Редельно перемішуємо. под крышечкой. Ну а сейчас приступаем к дегустации. Дегустация прошла на ура. Получилось очень вкусно. Даже вот так. Особой вкусовой разницы между яичницей и омлетом мы не почувствовали. Однако все же она есть. Омлет получился более воздушным и нежным. Добавлю, что диаметр сковороды 25 сантиметров. Наш эфир подошел к концу. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, если вам нравятся наши истории. И до новых встреч!